МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение с начала зимы возбудили около 30 административных дел. Около 100 протоколов составили в отношении управляющих компаний за то, что не убирают сугробы с крыш. Сейчас продолжают уборку во дворах и на дорогах. Каждую неделю с улиц Октябрьского района вывозят больше тысячи кубометров снега. Александр Потенихин продолжит тему. Пока нет снегопада, дорожники и коммунальщики стараются максимально быстро расчистить улицы и дворы. В прошлые годы снегопады чередовались с моментами, когда этих снегопадов не было. И у нас было время, чтобы убрать все, что могла преподнести погода. В этом же году снегопады шли непрерывно. Каждую неделю только из Октябрьского района вывозят более тысячи кубометров снега из дворов. Мало расчистить. Важно убирать его на отвалы, ведь приближается весна. Если оставить сугробы как есть, подтоплений не избежать. Зачастую снеговарьбе на придомовых территориях мешают сами жители. Несмотря на уведомления об уборке, автовладельцы оставляют свои машины во дворах. Частенько такое происходит. Причем службу накануне всегда оповещают, вешают объявления на подъезды. Даже в последнее время стали подворники автомашин сувать объявления, что будет производиться уборка снега. Но не всегда это помогает. И получаются такие вот островки потом после этого. С этого года частные торговые предприятия должны сами расчищать прилегающие территории. Капитальные объекты на расстоянии 10 метров, а ларьки и киоски на пяти. Администрации внимательно следят за предпринимателями. Если снег не убран, арендатору грозит штраф от 20 тысяч рублей. Временные объекты, которые размещаются по договорам на территории города Новосибирска, они более быстрее, адекватнее реагируют на наши просьбы и требования. Принимают меры по очистке прилегающей территории. С некоторыми возникают проблемы, но в отношении них мы уже принимаем меры административного действия. В отношении таких нерадивых владельцев возбуждено уже порядка 30 административных дел. Штраф грозит и за нерасчищенную кровлю от 10 до 20 тысяч рублей. Только в Октябрьском районе составили больше сотни протоколов. Александр Потенихин и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Как эффективно реализовать национальные проекты на местах, обсудят в Новосибирске главы крупнейших муниципалитетов за Урале. Завтра начнет работу конференция ассоциаций сибирских и дальневосточных городов. Реализация нацпроектов вскрыла и ряд проблем, характерных для всех муниципалитетов. И хотелось бы, чтобы сегодня как раз на нашей площадке Совета СДГ мы бы обсудили эти проблемы. Ну а затем, понятно, после обсуждения надо их выносить на уровень более высший, понятно, региональный, федеральный, для принятия необходимых решений. Программа конференции ассоциаций сибирских и дальневосточных городов рассчитана на три дня. Главы муниципалитетов обменяются опытом в практике управления землями. В частности, обсудят, как улучшить контроль за участками. В Новосибирске проводят инвентаризацию земель. Территорию центрального округа подробно сфотографировали с воздуха. Снимки сравнили с картой участков и обнаружили довольно много нарушений. Жители используют земли и за это не платят. К 2023 году такая инвентаризация пройдет по всему городу. Любители активного отдыха мешают работе ученых ботанического сада. Сотрудники научного учреждения вынуждены устранять последствия зимних развлечений. После каждых выходных они находят следы снегоходов на полянах дендрария. А чтобы кататься на плюшках, гости сломали металлическое ограждение. Все это может нанести серьезный вред коллекции ценных растений. Елена Богатырева подробнее. На эту горку часто приходят, чтобы покататься на плюшках, но упираются напрямо в забор ботанического сада. Чтобы металлическое ограждение не мешало выбросу адреналина, его попросту сломали. Сначала работники предположили, что металлические столбы вырвали из земли. Но на самом деле злоумышленники принесли с собой специальный инструмент. Сотрудники ботсада руками разводят. С таким столкнулись впервые. Трасса для плюшек теперь проходит по ценному коллекционному фонду. Тут, знаете, Дальний Восток, ну, со всей России, Бурятия, Сякутия, тут еще с Северной Америки. За забором только 30 гектаров дендрария. Здесь растут особо ценные растения. Большая часть территории, а это почти 800 гектаров, не огорожено. Но и там под снегом зимуют молодые посадки. Многие воспринимают эту территорию как обычный лес. Ломают шлагбаумы на подъездных дорогах, катаются на лыжах и снегоходах. Администрация ботсада пытается найти выход. Мне бы не хотелось конфликтовать с населением. То есть мне не хочется выносить позицию, что вот нельзя. Ботанический сад – это не парк, а особо охраняемая природная территория федерального значения. За каждым растением десятки лет научных наблюдений и исследований. Именно они подарили Академгородку его уникальное зеленение. Кажется, что это совершенно естественно. Но на самом деле это не естественно. Этих растений здесь никогда не было раньше. Яркий пример – это черемуха маака, например, по улице Ильича. Вот черемуха с бронзовой корой. Это дальневосточный вид. Он никогда здесь не рос. Он всех радует своим, значит, необычным внешним видом. За 50 лет дендрологи ботсада испытали более тысячи популяций растений. И далеко не все акклиматизировались. Некоторые могут существовать только при особом уходе. Но государство денег на уход за ценные коллекции не выделяет. Именно поэтому летом вход в ботсад платный – 30 рублей с человека. Сотрудники ботанического сада уверены, что конфликтами и запретами проблему не решить. Просят посетителей быть более сознательными, соблюдать элементарные правила. Не ломать таблички, не лазить по деревьям, не подвешивать гамаки и качели. В общем, быть более бережными. Елена Богатырева, Олег Ролевец, Новосибирские новости. 40 педагогов Новосибирска получили по 25 тысяч рублей на повышение квалификации. Деньги выделили из бюджета города. Сертификаты учителям вручили в мэрии. Учиться никогда не вредно, это только идет на плюс. И именно получить переквалификацию за счет бюджета – это моя мечта. И вот сегодня она должна сбиться. Учиться нужно, потому что всегда что-то познаешь новое. И потом это новое применяешь. Потому что профессионалы мы в том, в те времена. А сейчас все изменяется. И педагогика, и практика. Поэтому учиться всегда – это светлое будущее. В этом году заявки подали 62 педагога. Из них выбрали 40 лучших. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Для победы учителя составляли план урока. Сертификаты педагоги могут потратить на курсы повышения квалификации не только в Новосибирске, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Челябинске и Иркутске. Обучение проводят по разным направлениям. Это средство, я думаю, что очень большое подспорье. Особенно, когда человек именно стремится к повышению знаний. Наверное, это возможность где-то использовать эти средства и изучение каких-то более узких тем, которые с профессиональной точки зрения интересны. Я думаю, что не только педагогу в любой профессии получение вот таких дополнительных средств на саморазвитие, на повышение своей квалификации никому бы не помешали. Снести конюшню и сеновал, чтобы оформить участок. В мэрии прокомментировали ситуацию с конно-спортивным клубом «Велес». Владельцы лошадей поставили хозяйственные постройки на земельном участке, не оформленном в собственность и не взятом в аренду. Поэтому должны их убрать. Таково решение Калининского районного суда Новосибирска. Александр Сульдин выслушал мнение сторон. Возможно, скоро Александра и два десятка его собратьев лишатся крыши над головой. Конюшню придется снести по решению суда. Участок нужно освободить. Он не оформлен ни в собственность, ни в аренду. Плюс еще площадка для выгула лошадей. Левада занята и оборудована самовольно. По решению суда, вот те ворота, что у меня за спиной вместе с забором, вот этот вот летний загон, там еще небольшой сеновал, придется снести. Только после этого весь участок можно будет оформить должным образом. Для того, чтобы снова, только уже законно, все это отстраивать заново. В отношении земли. У нас вот есть такой договор старинный, 60-го года. Восемь сотых занято официально. Еще три. Самозахват значится в этих документах. Тогда не особо строго к этому относились. Эти бумаги Сергей Щедрин получил вместе с домом, на который поменял квартиру в городе. Специально, чтобы заниматься лошадьми. Почему мы себя виноватыми-то особо не считаем. Что мы здесь жили давно. Все у нас было вот так же. Пока вроде как-то кто-то на нас пальцем не показал, что это плохо. И сразу все в администрации поняли, что это действительно плохо. И началось какое-то определенное движение такое странное. Для нас странное. То есть, мы говорим, ребят, а мы же и не прятались. Сейчас времена другие. К учету требования строже, земля должна приносить городу доход. Участок Щедрину нужно было вовремя и грамотно зарегистрировать. Несложно. И оформить спортивную площадку на Ливаде. Однако, вместо Сергея Щедрина в мэрию пришел общественник. Были у меня на приеме дважды представители Всероссийского общества охраны природы, Дмитрий Михайлович Шахов. Им были даны разъяснения, как узаконить площадку, загон для лошадей. В итоге, документы на регистрацию участка Щедрин не подал. Зато мэрия подала на него в суд, который и принял решение об освобождении участка. Скорее всего, эти конюшни снесут за счет муниципалитета. Только тогда владельцы лошадей смогут оформить землю. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Электронный архив «Мемориал славы новосибирцев» создают в нашем городе. Сегодня жителям Дежинского района рассказали, как увековечить память о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Если на бессмертный полк люди, жители нашей страны собираются один раз в год, 9 мая, то, собственно говоря, архив позволяет присоединиться к знаниям, понять наших земляков, посмотреть историю жизни ежедневно. Главная задача электронного мемориала славы новосибирцев – сохранить память обо всех фронтовиках. Сейчас в архиве уже почти 290 тысяч фамилий. Проект курирует Музей Новосибирска. Туда можно прийти, чтобы рассказать о своем деде или прадеде, воевавшем на фронтах Великой Отечественной. Такие встречи с активными горожанами – часть проекта «Эстафета патриотизма поколений». Эта акция приурочена к 75-й годовщине Победы. В Киеве родилась. Нас эвакуировали с авиационным киевским заводом 153-м на завод Чкалова. Отец мой ушел на фронт и погиб. Ну, мы остались в Новосибирске. В Киев не вернулись по многим обстоятельствам. И с тех пор, вот проживая в Новосибирске, память об отце, безусловно, никогда не забудется. Акция «Дорога памяти» стартовала в Новосибирске. Каждый может поделиться снимком и историей своего родственника, воевавшего против фашистов. Позже все снимки объединят и выставят в галереи. Пока же фотографии фронтовиков можно увидеть на сайте проекта. Анна Братушкина о том, как стать участником Дороги памяти. Руслан и Артур принесли на почту фотографию своего прадеда. Братья участвуют во всероссийской акции «Дорога памяти». Фотобойцов Великой Отечественной войны принимают в любом почтовом отделении и отправляют на главпочтамт. Там фотографию сканируют и размещают на сайте. Здесь любой пользователь сможет прочитать о каждом солдате. На фотографии мой прапрадед, Зайков Иван Ильич. Он родился в 1906 году и был призван на службу в 1941. Он дошел до Берлина и заработал две медали. Эта фотография была сделана весной 1945 года. Наш прапрадед на ней оставил послание. Посылаю вам свои фотографии на память своему семейству. Работала на железной дороге и отправляла воинские эшелоны. Шагал не останавливаясь и даже спал на ходу. Проявить себя не успел. Почти сразу был убит. Рассказ о подвигах бойцов можно оставить в специальной анкете. Ее загрузят на сайт вместе с фото. Письма с пометкой «Дорога памяти» отправляются в особом порядке, заказным письмом. Они идут с служебной почтой. Мы используем дополнительные меры предосторожности. Их буквально из рук в руки передают наши водители от операторов. Загрузить фото на сайт пользователи могут самостоятельно. Фотографии принимают и в военкоматах. Военнослужащие 41-й общественной армии и их семьи также принимают активное участие в сборе писем, фотографий с фронта. На сегодняшний день уже загружено более 200 тысяч материалов в единую базу. Считаю, что совместными усилиями мы делаем большое дело для наших дедов и отцов, для увековечивания их памяти в истории России. К 75-летию Победы в Подмосковье построят храм в память о героях Великой Отечественной. А их имена запечатлят на мемориале «Дорога памяти». Анна Братушкина и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Молодецкие игры, забавы, катания на лошадях, хороводы и концерты. В Новосибирске проходит масленичная неделя. Жители активно участвуют в празднике. Особенно я еще отмечу, что здесь очень много подтягивается, у нас проводят бизнес, мероприятия именно масленичных. И повторюсь, опять же, ТСЖ, на территории ТСЖ очень много проходит мероприятий. Даже во дворах просто, да, группа инициативных людей решили провести масленицу, набекли блинов, да, всех пригласили. И такие мероприятия, они вот с каждым годом становятся действительно все больше. Масленичная неделя началась 24 февраля и продлится до 1 марта. Праздничные гуляния проходят во всех районах города. Основные события намечены на воскресенье. Главными площадками станут Центральный Зайцовский парк, Березовая и Буглинская рощи, Сад Кирова. Подробную программу можно найти на сайтах городского департамента и областного министерства культуры. Кульминацией празднования станет сжигание масленицы. Собирали куклу из остатков старого прошлого урожая. И сжигая ее, пепел развеивали над землей, для того, чтобы был хорошим новый урожай. А на самом деле я всех призываю на этот праздник с осознанием значимости и важности его. Это попытка каждого человека сделать шаг навстречу своей традиционной культуре, своим корням, своему народу. Еще больше новостей каждые полчаса на радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Завтра в 18 часов слушайте программу «Мэр отвечает». Анатолий Локоть расскажет о развитии инфраструктуры отдаленных районов города. А на сайте и на сканюс.инфо читайте о закулисе оперного театра. На этом все. До завтра.